Людмила Кокшарова работает здесь около 18 лет, со дня основания рынка, торгует в рыбном отделе. Все это время она вместе с полусотней коллег борется за сохранение рабочего места. Территория, где располагается здание розничной торговли, находится в частной собственности. Владелец земли предложил содействие в трудоустройстве, но лишь единицам сотрудников. Без работы останемся, в случае чего. Не я одна, я еще тут около 50 человек, точную цифру не можем сказать, потому что тут предприниматели и продавцы, не считая еще у них семьи, дети, мужья, бабушки, дедушки, это все на наших плечах. Работники обращались с проблемой в Ленинский районный суд, областную прокуратуру, арбитражный суд в Москве. Затем тяжбы по кругу снова вернулись в судопроизводство Иркутска, где до сих пор вопрос остался открытым. Рабочие будни ярмарки, борьба за существование, здание приходится отапливать с помощью печи и дров, а электроэнергию подает вот этот генератор. Деньги на теплоснабжение и освещение берутся из зарядной платы предпринимателей, которые составляют около 15 тысяч рублей за квадратный метр. Администрация рынка и коммерсанты готовы самостоятельно обеспечить благоустройство здания, заменить крышу и провести косметический ремонт. Хотим даже пойти на мирное соглашение, лишь бы остаться на рынке, чтобы сделать какую-то реконструкцию, людям продавать продукты питания и работать здесь, чтобы у нас были рабочие места. За ярмарку выступают и покупатели. Они также недовольны сносом здания рынка. Ежедневно его посещают несколько сотен человек. Я бы хотела, чтобы рынок этот оставался, потому что нам очень удобно. Идем с работы покупаем. Что-то забыли, мы здесь живем недалеко. Да даже кто и в городе живет, все равно заходят сюда, что-то по пути покупают. У нас снесли рынки около базаров. Были маленькие рыночки, на которых было очень удобно покупать. Снесли все. Если еще здесь снесут, нам что за каждой ерундой бегать в центр или в город? По словам работников торгового предприятия, на месте ярмарки планируется организовать автостоянку. В администрацию магазина уже поступило предписание о сносе здания 17 февраля текущего года. Галина Тернева, Любовь Фефелова, Евгений Шарыпов. Новости сейчас.